МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости в студии Жан Кадеба. Здравствуйте. И вначале коротко о главном. Безопасность государства и подготовка к Чемпионату мира по хоккею. Эти и другие темы президент обсудил с представителями Госпогранкомитета. Страшное испытание длиною в 900 дней. Сегодня 70-е годовщина снятия блокады Ленинграда. Зажигательное самбо в Рио-де-Жанейро. Полным ходом идут репетиции карнавала. Безопасность государства начинается с его границы. Об этом сегодня заявил президент на заседании расширенной коллегии Госпогранкомитета. В центре внимания вопросы охраны государственной границы. Задачи и основные направления в этой сфере были определены еще год назад. Именно они легли в основу законопроекта, который сегодня находится на рассмотрении в Палате представителей. Однако, несмотря на всю работу, ситуация в органах пограничной службы Беларуси, по словам президента, далека от желаемой. И не все из намеченного выполняется в должной мере. Беглый анализ показывает, что погранведомству до настоящего времени не всегда удается адекватно реагировать как на новые вызовы в целом, так и на изменение оперативной обстановки на границе в частности. Все мы прекрасно знаем, что безопасность государства, еще раз подчеркиваю, начинается именно с государственной границы. Все должны понимать, что пограничная безопасность не приходит сама собой. Это не дар небес, а результат кропотливой повседневной работы многих структур. Конечно, центральное место в ее организации отводится органам пограничной службы. Но без слаженных, скоординированных действий всех звеньев системы государственного управления добиться невозможно успеха. Этим обусловлен состав участников сегодняшнего заседания коллегии. В целом, Госпогранкомитет с возложенными задачами в целом справляется. Однако складывающаяся сегодня ситуация требует более активного поиска и реализации мер противодействия современным угрозам и вызовам. Мы говорим много о чемпионате мира, но и не только чемпионат мира. Мы всегда находимся на переднем крае и защищаем не только свои интересы уже сегодня здесь, но и интересы России и Казахстана. Потому что интеграционные процессы привели к тому, что у нас образовалось единое экономическое пространство, читай, единое экономическое государство. И вы здесь в соприкосновении с Западом и блоком НАТО несете ответственную службу. Пограничные войска особые. Они действуют в боевой обстановке. Поэтому, по словам главы государства, их недостатки на последнем метре нашей земли могут вызвать огромные последствия для всей страны. По итогам заседания было утверждено решение на охрану государственной границы Беларуси на 2014 год. Подводя итоги состоявшегося разговора, президент поручил оптимизировать силы и возможности внедрять новые технические средства и способы охраны госграницы. А также предупредил о предстоящей проверке пограничных служб. Я хочу предупредить, Леонид Семенович, вас и пограничников, что мы закончим проверку вооруженных сил, армии закончим проверку. И готовьтесь, где-то поздней весной, летом мы очень серьезно проверим пограничные войска, как охраняется государственная граница. Поэтому уже сегодня надо посмотреть на план, соответствующий, как мы делали по вооруженным силам. Будем им подбрасывать нарушителей, показывать, где прошли нарушители. А потом будем давать команду на задержание, будем смотреть, задержат они вообще или через какое время они задержат. Несмотря на отдельные положительные результаты, пока не видно системной работы оперативного компонента органов пограничной службы по пресечению нарушений противодействию организованной преступности на границе и приграничной территории. Знаю, что в этом направлении определенные меры предпринимаются. Готовится реформирование структур, разведку вы хотите то ли создать, то ли усилить. Следует продумать конкретные меры, которые принесут пользу и укрепят авторитет страны в качестве гаранта стабильности и безопасности на общих со странами Европейского Союза границах. Необходимо более эффективно использовать заинтересованность Евросоюза в сильной границе Беларуси и Евросоюза. Поэтому я еще раз подчеркнул и поставил задачу перед Леонидом Семеновичем о том, чтобы мы демонстрировали Европейскому Союзу и всему мировому, может быть, сообществу, что Беларусь – это страна, которую надо любить, ценить, уважать. И на этом направлении мы должны провести ряд мероприятий. По крайней мере, не ослаблять эти мероприятия. Они должны видеть, что мы боремся и с мигрантами, и с контрабандой, и отлавливаем радиоактивные вещества, которые нам не нужны, что мы их здесь задерживаем. Они в Западную Европу направляются. Надо это демонстрировать, демонстрировать свою значимость, чтобы они ехали к нам, а не мы к ним бежали и просили деньги. Они должны к нам ехать и предлагать, возьмите вот это, вот это, для того, чтобы защитить границу и защитить Европейский Союз в том направлении. У нас есть профессионалы, у нас есть школа, у нас есть кадры. Давайте деньги, давайте технические средства, будем работать вместе. Гомельская область за три года увеличила поставки продукции на внешние рынки на 75%. Об этом сообщил председатель обл. исполкома Владимир Дворник сегодня на встрече с трудовым коллективом Гомсельмаша. Это одно из четырех крупнейших предприятий Гомельщины. Речь шла о снижении себестоимости производимой продукции, корма и зерноуборочной техники, повышении ее конкурентных способностей на внешних рынках. Нельзя только настраивать себя на внутренний рынок. Сегодня надо работать на внешний рынок. И в этих условиях, конечно, главная задача – это сокращение затрат, конкурентная способность этой продукции. А тот объем, который будет потролляться внутри республики, ну он, естественно, небольшой. Морозная погода продолжает испытывать белорусов на прочность. Минувшие выходные оказались самыми холодными за всю зиму. По ночам столбик термометра местами приближался к 30-ти градусной отметке. Однако с приходом новой недели характер погоды может немного смягчиться. Сильные морозы пойдут на убыль, однако неприятных ощущений доставит усилившийся ветер. Меж тем, в морозную погоду белорусы активно используют различные обогревательные приборы. В связи с этим спасатели намерены проверить противопожарное состояние домов и квартир. И в первую очередь тех, кто относится к так называемой группе риска. Это уклонисты от уплаты коммунальных платежей, люди, ведущие социальный образ жизни. Не останутся без внимания те, кому нужна адресная социальная помощь. Это инвалиды и одинокие пенсионеры. Специалисты помогут им привезти в безопасное состояние печи и электропроводку. Установят автономные пожарные извещатели. В связи с усилившимися морозами я еще раз хочу напомнить, что в попытках согреть свое жилье необходимо использовать только сертифицированные электрообогреватели. Ни в коем случае не оставлять их без присмотра и не допускать перегрузки электросети. При использовании печного отопления необходимо проверить его исправность, а также не допускать перекала печи. Рейды сотрудников МЧС пройдут в рамках республиканской акции «Безопасное соседство». Она стартовала сегодня и продлится до 9 февраля. Беспримерное мужество непокоренного города. Сегодня 70-е годовщина снятия блокады Ленинграда. 900 дней осады – один из самых страшных эпизодов Второй мировой. И она не имеет аналогов современной истории. От голода и бомбежки погибли до миллиона ленинградцев и еще более миллиона солдат. В минувшие выходные в северной столице России стартовал проект «Улица жизни». Это историческая инсталляция, посвященная осажденному городу. Она развернулась на Итальянской улице и Манежной площади. Именно там даже во время войны не прекращалась культурная жизнь Ленинграда. Сегодня жители Санкт-Петербурга по традиции несут цветы к памятным местам. Многие идут на Пискаревское кладбище. В годы блокады там были погребены почти полмиллиона ленинградцев. Добавлю, в Беларуси сейчас проживают чуть более 700 человек, перенесших эту страшную 900-дневную осаду. На столичном железнодорожном вокзале заработали новые терминалы самообслуживания. Они установлены на улице рядом с путями. У них водонепроницаемый дисплей и клавиатура, а также антивандальный корпус. Благодаря этим устройствам проездные документы на поезда региональных и городских линий можно приобретать по банковским картам. В текущем году сеть таких терминалов планируется расширить. Сейчас платежно-справочное устройство самообслуживания работает в Минске, Витебске и Могилеве.